Ну прекрасное начало утра, я вам скажу. Вот стоишь так, наблюдаешь, как кто-то чистит картошку. Я могу к тебе домой приходить с утра. Да, именно почистить картошку? Ну что, Оля, для чего нам картошка? Доброе утро! И рассказывай, для чего нам картошка. Доброе утро, да, мне тоже приятно так смотреть мужчина с утра чистит картошку. Вот согласись, да? Приятно. Смотрели бы и смотрели. Как мало девушкам для счастья нужно. Да, да, радуйте своих любимых, да? Чистите картофель по утрам. Ну, сегодня готовим деруны. Но они у нас будут не обычные, с капелькой волшебства. А точнее, с вареной колбасой. А, с колбасой, ну, кстати, оригинально, да? Хоп, хоп, такие две. Да, да. Ну это, кстати, колбаса волковыского мясокомбината, которая делается по традиционным технологиям. Вот так вот. Так что, ну давайте начнем. Давайте начнем. Смотрите, Жанна чистит картофель, я попрошу тебе почистить одну луковицу. Ну, да. Жанна, я думаю, что достаточно нам же картофеля, да. Сейчас будет другой уровень сложности. А сколько вот, если наши телезрители захотят приготовить деруны, сколько им картофеля нужно рассчитывать? Ну, примерно. Ну, смотрите, на одного человека 200 грамм картофеля будет более чем достаточно. А если на семью, то много. А если на семью, то да, считаем, ставим семью, пусть семья чистит картошку. А всю луковицу? Да, да, луковицу мы всю. Ну, кто ж так чистит? Видно, что не все чистил я. Кто-то с глазками-то поставлял. Вот видите, да, начинается. Не знаю. Все видели, что картошку чистил ты. Ну, это в кадре, а за кадром чистили еще и девочки. Так, ну что, хорошо. Так, терка. И нужно натереть. И нужно натереть. Но картофель мы будем натирать не на... Я сейчас покажу, да, у нас есть вот такая вот терка, кто привык, да, мы привыкли делать раньки на этой терке. Мы будем тереть на крупной терке. Я думаю, что мы можем брать вот эту картошку, да. И прямо сюда сразу, да? Да, и прямо сюда тебе будет удобнее, я думаю. Так, а лук мелко резать? Кубиком мы, да, порезем. Ну, это все пойдет туда прям, да? В масло. Так, Жан натирает картофель. А я режу лук. Ты режешь лук. Так, а в каком виде у нас будет колбаса? Она будет в общей массе, да? Да, она будет в общей массе. Это какие-то прямо оладья, что ли, получается? Ну, а кто знает, чем отличаются вообще драники от оладьи? Так. Не я, не смотри на меня. С процентом содержания муки. Ну, вообще, на самом деле, в настоящих дранниках муки нет от слова совсем. Там есть картофельный крахмал. Если говорить о таких аутентичных старых рецептах, значит, натирали картофель, отстаивали воду, вот эту вот сверху, да, сливали, там на дне оставался крахмал. И вот этот крахмал возвращали потом к картофелю. То есть в настоящие драники идет лук, чеснок, кто-то добавляет картофель, соль. И все. Класс. Все. То есть туда не идут ни яйца, ни мука. Это уже как бы там с течением времени, потому что пшеничная мука, собственно, да и не было ее столько в Беларуси. И пшеничную муку оставляли на пироги, на свадьбы, на праздники, поэтому... А меня вот какой вопрос волнует. Судя по объему колбасы, мы готовим не то чтобы на всю семью, еще и соседям. У нас большой дружный коллектив, мы должны накормить всех. А сколько колбасы вот надо, если одна порция? Одна порция, ну, где-то граммов стоят. Да, то есть, ну, немного. Жан, я попрошу тебя передать мне масло. Отлично. Немножко. Так, я порезала и даже не заплакала, это удивительно. Так, а есть же на самом деле большое количество лайфхаков, как резать лук. Ну да, но я этого не делала сейчас, я просто порезала. Все, Оля, ну все, достаточно. Оль, по-моему, там один из вариантов, это можно смочить нож, да? Да, смочить. Смотрите, нож обязательно должен быть острый. То есть вы плачете почему? Когда вот нож там вырежете. То есть вы давите некую молекулу, которая там содержится, в которой содержится то самое вещество, от которого вы плачете. Когда острый нож, это происходит, мы не волнуемся моментально. Вот. Кто-то, кстати, советует еще, значит, жвачку. Вот, кстати, не пробовала, но говорят, что помогает. Ну попробуем, может быть. Но нож острый, не понадобилось ничего. Так, что дальше делаем? Ждем, будем замешивать наши пенны и отправим наш лук обжариваться. Немножко, да, мы его спассируем буквально, то есть нам не надо там... Спассируем это называется? Да, пассировка. Ну что, настал момент колбасы. Колбасы. Распаковки. Распакуй, распаковочка, чек, да? На Беларусь 2. Так, нам нужно, давай мы с тобой отрежем, наверное, вот такой вот кусочек. Ммм, красота-то какая! Кстати, эта колбаса изготавливается из высших сортов свинины и говядины, меланжа, сухого молока и пряностей и с минимальным количеством пищевых добавок, разрешенных ГОСТом. Вот так. Так, ну что же, куку у нас. Ну я не знаю, мне кажется, достаточно. Слушайте, да, может быть, достаточно будет, да. Все. Потому что мне нравится с Олей готовить, обычно мне дают какое-то одно дело. Одно дело, да, я заметила. Да, я на протяжении всей готовки вот одним делом занимаюсь. Замечу, насколько это важное дело. Конечно. Да. Меня многие называют Юлий Цезарь, потому что я могу, знаете, и картошку на, как, на дёрке? На дражке. На дражке. Ну почти одно и то же. На дражке. Вот. И еще колбасу другую. Отлично. Да, Гай и Юлий Цезарь. Да, 7 дел одновременно. Белорусские. Белорусские. Так, я сделил. Сделал. Так, отлично. Смотри, теперь нам надо вбить туда яйцо. Туда? Да. Так, ну и сколько мелко нарезать? Мелкий-мелкий кубик. Мелкий-мелкий. Мелкий-мелкий кубик. Вот как с луком та же история. Замечу, как профессионально Жан, да, разбил яйцо. Молодец. Ну что, второй дубль. Второе нужно? Угу. Вбиваем второе. Не перехвалили. Каким видом-то? Да. Это все сделано было. Это с уверенным видом. Ну все правильно, он же Гай Юлий Пыл. И что мы делаем? Так, обязательно, смотрите, маленький лайфхак. Картошка очень сильно темнеет, потому что там большое содержание крахмала. Что-то кисломолочное, да, поможет убрать вот эту черноту и не дает картофелю. Что-то кисломолочное. Мы добавим туда вот прям столовую ложку сметаны. Ну это просто ради того, чтобы она не чернела, да? Ну и вкус. И вкус. Конечно. Более нежно мне кажется. Да, смотрите, я попрошу. Добавляем лук туда. Жареный лук, да, добавим туда. Ну так, знаете, мне кажется, уже, в принципе, блюдо практически и готово. Ну да, практически. Так, теперь все это размешиваем. Посолить, подпочить обязательно надо, не забыть эту всю историю. Так, и добавим немножко соли. И добавим немножко, вернее, много колбасы. Колбасы мало не бывает, поэтому. Пожалуйста. У нас, понимаете, уже кулинарный типбилдинг практически. Это отлично, это прекрасно. Так, смотри, Жан замешал. Петрушка и укроп. Петрушку мы оставим на украшение. А укроп? Немножко порежем пару ложечек муки. Нам нужно будет добавить еще туда. Поэтому мы сейчас ложечки три добавим. Мука, чтобы все-таки скрепилась. Да, немножко. Мы уже договорились, что мы, да, готовим все-таки. Цементируем. Скрупулезно отсчитывает три ложки. Ну правильно, нет. Как Оля сказала, ему все, как Оля сказала. Мне кажется, в этом плане мужчины во время готовки не такие. Особенно, если рядом есть более серьезные профессионалы. Сказали три, значит три. Так, ну что, мы добавили туда картошку, колбасу, зелень, яйцо и три ложки муки. Я бы даже немножко перечислил в таком формате. Мы добавили сюда 100 граммов колбасы, два яйца, три ложки муки. Основу всего этого у нас, получается, берет картофель. Сколько картофеля? Здесь грамм 350 было у нас. 350. 350 грамм. Вот так ты все запомнил. А, и зелень. Да, зелень. Смотрите, может пойти немножко больше муки, потому что картофель, он разный, да, разные сорта. И какой-то более буденистый и крахмальный. Поэтому, то есть мы тут уже как бы немножко варьируем под себя. Так, все тогда у нас готово наше масло, и мы начнем выпекать. Практически, да. Ну что, будем обжаривать растительное масло. Так много. Много. Драники жарятся в большом количестве. Масло. Так, то есть вообще, по сути, из этого можно приготовить даже бабку. То есть положить это в какие-то горшочки, да, и запечь. Вот это тоже безумно вкусно, но лично для меня очень люблю. Так, приготовим вот такую тарелочку с салфеточками, чтобы выкладывать. Чтобы туда, ну, промакивать. Да, я попашу. Самое главное, знаете, что мне нравится? Что у нас осталась еще большая порция колбасы. А это уже совсем другая история. Она же на самом деле с пониженным содержанием жира. Если попробуете, вспомните вкус детства. Ой, круто. Сейчас будем пробовать. Так, выкладываем. Буквально по вот. То есть довольно... И что, и мы делаем такие кулечки, да? Ну да, такие вот, ну, оладушки делаем, да. Кулечки. Так. У нас они такие большие. Большие? Нет, они не большие. Они очень... А вот я хотел бы уточнить, мы налили много масла, да? Да. Много для каждого это по-своему. Вот есть какое-то ориентир на что... До половины вот драника, грубо говоря, когда ты кладешь, то есть его должно полностью, то есть не чуть-чуть просто смазанная сковородка, а в масло. Ну, это прям драники нужно так жарить. Да, драники жарятся именно так, чтобы вот была вот эта вот всем знаменитая, да, белорусская вот эта корочка на драники. Да, золотистая. То есть обязательно, как бы у меня бабушка вот уже в свое время жарила драники, кстати, на масле, которое пахло семечками. Ой, класс. Это было что-то вообще волшебное, причем масло было свое. Вторая бабушка с Украины передавала вот это своего отжима. Это было непередаваемо, кстати. Мы сегодня так много говорим про это, что так скучно Когда бабушка передавала, было непередаваемо. Было, да. Простите за тавтологию. А, Оля, на самом деле вот ты для себя, я, по-моему, когда-то у тебя уже спрашивал, ты для себя вот выделываешься во время готовки или все очень просто? Все очень просто. На самом деле я люблю простую еду. То есть как бы у меня нет культа еды тоже, потому что да, это такое, наверное, очень такое заблуждение, что шеф дома там прям выготавливает. Да, да, но все равно может красиво выкладываешь как-то. Ну, это рефлекторно производится. Мне кажется, да. Да, да. Тут больше история, когда к тебе друзья собираются в гости. Это уже, знаете, история, как-то, как-то, когда. Нет, это причем, знаете, так. Алена, мы тут к тебе в гости идем. Слушай, помнишь, ты там готовил? Ну, приготовь, короче, мы скоро будем. То есть как бы, да, или мы там были у тебя в заведении, пробовали, да, приготовь нам такое дома. Это да, это бывает. Ну, почему бы и не приготовить? Вот, а для себя нет. То есть у нас, в принципе, вся семья любит простую, понятную, да. По-простому, драники на завтрак. Кстати, вот сейчас задумалась, мы на завтрак драники готовим. Ну, ладно. Ну, а почему нет? Завтрак – это самый такой плотный прием пищи, когда рекомендуют кушать очень много. А зачем мы салфетку положили? А мы уже говорили об этом, кстати, Жанна. Хорошо, но круги, где наши зрители есть, те, кто прослушивает. Для того, чтобы все масло впиталось. Лишний жир, да, у нас впитался. Сейчас берем кусочки. Вот это уже кулинарные лайфхаки я называю. Мне кажется, так делают все. Так, ну что, мы дожариваем. Дожариваем, да, наши деруны. Деруны, деруны. Нарезаем нашу зелень. Зелень просто для украшения? Да, зелень просто она для украшения. Ну, когда зелень нарезаешь рядом с колбасой из волковыска, она на самом деле дополнительные витамины получает. Да. Вот почему мы опять неправильно режем? Где же пальчики наши убирать? Ну, все, уже порезала. Вот даже сейчас. А можно, кстати, зелень, тоже такой маленький лайфхак. Берем ножик, ставим вот так вот на носик, кладем ручку и начинаем делать вот так. Вот, все, я думаю, что мы можем ставить наши тарелочки. Все, значит, снимаем последнюю деруну нашу, отставляем сковородку, чтобы не горело. У нас есть тарелочки. Тарелочки, я уже готова с зеленью. А, что это за игривый акцент у вас появился, расскажите мне. А мы просто завершаем и хотим быстрее попробовать. А я можно сделаю вот так? И как бы на самом деле... Ты что, драников не хочешь? Нет, драников хочу, но... Дерунов, дерунов. Дерунов, да. Возьмем еще вот так вот. Третий. Жан, пожалуйста, попрошу тебя подвинуть ближе. Да, вот так. Ой, зараз будем смаковать. Будем смачно, да. Есть. Есть. Хорошо, сметану тоже, да? Так, да, сейчас мы возьмем сметану. А сметана должна быть какого-то определенного процента жирности или в принципе... Ну, честно, я люблю пожирнее сметану. Да? Да. Чтобы ложка стояла. Угу. Ну, вот как-то, как-то так. А я так стою зеленый, ну, когда уже, когда уже? Оля разрешит мне украсить. Нет, ну, я думаю, надо после сметаны, правильно? Конечно. Все, ну, вот так вот выкладываю. Сметаны много не было. Вот мне кажется, что бы мы ни приготовили, когда сервирует Оля, Падаленчик, всегда получается красиво. Ой. Поэтому, когда я буду готовить дома что-то, гречку... Звони Оле, да? Я буду звонить Оле, да, чтобы она это все красиво засервировала. Да-да-да-да-да-да-да. Да, Оля, Падаленчик, приди. Да, вот как-то так. Ну что, наши зерунные готовы? Зерунные готовы. Запах, да, потрясающий. Запах не чувствуете, но я вас уверяю, это очень вкусно. Вот так традиционно по-белорусски начинаем наше утро. И те рецепты, которые вы видите в нашей программе, не обязательно, чтобы у вас на кухне была Оля Падаленчик. Вы сможете самостоятельно всегда это приготовить и начать свое утро бодро и вкусно. Приятного аппетита.